Суббота, полдень. На осенней ярмарке самый разгар торговли. И неудивительно. Многие товары здесь дешевле, чем на магазинных прилавках. Да и выбор шире. Можно присмотреть продукт на любой вкус. Больше всего торговцы предлагают овощи и фрукты. Средничек за килограмм томатов – рубль 30. Капусты – 40 копеек. Свой клуб морковь можно купить за 60. Самый ходовой товар – картофель. Просят 50 копеек за килограмм. Предлагаем капуста, атрия, морковка, картофель. Для заятлых дачников представлены саженцы плодовых и декоративных деревьев – кустарников. Их предлагают по цене от 5 рублей. Яблони, груши, сливы, персики, смородина, малина. Выбрать новинку к следующему сезону под силу даже самым требовательным садоводам. На ярмарке можно выбрать и мед. От 6 до 8 рублей за пол-литра. Лесной, цветочный, лугового разнотравья, цветочный нагречневый, цветочный цветением липы. Зона умеренного пояса. Это как бы лесная зона. Поэтому меда – это дождь за лучшим сортам. Поэтому и преимущество наших белорусских медов. С импровизированного гипермаркета никто не уходит с пустыми руками. У каждого весистые пакеты с дарами природы. Миндаль и персик. Заказали баклажаны купить. Поэтому буду смотреть. Картофель, баклажаны. Здесь практически все есть. Ассортимент очень большой. Выбор большой. Цены разные. Это привлекает. Выбор можно сам. В магазине как-то не очень, наверное, больше качества. Здесь получше. По ценам выбор есть тоже. Где-то дешевле, где-то дороже. Поэтому есть где, как говорится, выбрать. В прошлые выходные я мед покупала. Очень вкусный. Ну, овощи, арбуз. Ассортимент широкий. А цены где-то дешевле, а где-то такие же, как в магазинах. Так что надо ходить и выбирать, и торговаться. Здесь большой выбор. Сразу в одном месте можно все купить. Хорошая цена. Вполне приемлемая. Торговые ряды размещаются на проезжей части дороги на Горького, 41, за горе с полкомом. Приобрести сельхозпродукцию можно с 9 утра до 3. По просьбам горожан ярмарки продлили на весь октябрь. Выбрать свежие фрукты и овощи можно здесь каждые выходные. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360.